привет вас вы лично борете с коррупцией боретесь какая забавная ситуация у нас когда делают опросы что мешает жить и там коррупция 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 причем тут же начинает вот вот чиновник и так дальше когда задавая вопрос а вы лично за или против коррупции ну конечно против коррупции но хотим чтобы был кум который все мог порешать вот это к наше отношение коррупции какая ситуация наверное вы знаете что существует такая структура розная которая называется интернешнл да 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 начинаете с ругают что это там сорс и так дальше но она никакого отношения вообще-то не имеет но действительно живет за счет грантов ну помните такая структура не может существовать без грантов вот эта структура формирует индекс ну не борьбы с коррупцией а сопротивление коррупции как вы обратили внимание уже есть индекс за 2020 год на первом месте нова зеландия там дания финляндия так дальше но для нас что интересно украина конечно давайте а по нажали 117 место какие соседи там сиролеоны непал зомби ужас не спешить не спешите давайте россии нажмем 129 место кошмар это что же россия больше коррупции чем украины да больше а кто сосед россии того мали ну если знаете мали вот эта вот страна очень топотопная очень нищая действительно так что россия как малее идем дальше китай вы помните рассказать что в китае там расстрел и так дальше 78 место кувейт бахрейн соломоновы острова но это ж не все давайте все-таки же белоруссию а по 63 место ну черт возьми белоруссия лучше чем в россии и украине даже китае польша ну 45 место супер но это очень все ребята грузия тоже а тоже 45 место хотела показать что такое так ну что еще а ну германия 9 место что вас еще интересует но давайте вернемся к украине вернемся в 2000 лет как-то 2013 даже нет давайте так они считают год за год дать 13 такая разница так не понял и дима 13 вот а вот и кубяку мне тут делают так и моя украина видите как я тут хотела так красивенько раз 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 а 144 место по 2013 году было 144 а сейчас у нас какое правило 217 то есть формальной точки зрения считается ты господи что нас с коррупцией выйти 17 улучшилось но теперь пару слов как они это все считают и вообще что-то за индекс а смотрите есть скажем так они нанимают юристов адвокатов то есть группа экспертов сразу говорю это эксперты это чаще всего действительно ну скажем таки юристы адвокатской компании то есть ну более-менее солидный и дают им опросник то есть не просто так опроса не задают кучу вопросов связанных прежде всего как решается хозяйственный спор сколько надо времени для оформления тех или иных документов сколько надо времени для получения тех или их лицензий плюс ко всему просят указать количество коррупционных дел грубо говоря оценка экспертная но а эксперт на прессе его на основании норматива сразу говорю почему грузии такие очень низкие показатели потому что коррупции нет просто в грузии дизем подогнали нормативы обалденно шикарно в украине как бы еще не подогнали это есть и конечно обращает внимание а какие были там вот коррупционный разбирательств а обращать внимание на наличие структур которые борются с коррупцией почему у нас показатели лучшие чем в россии у нас структур который борется с коррупцией больше поэтому показатели лучше вот такая ситуация можно ли достоверно оценить по этому показателю конечно нет он показывает как бы ну юридическую часть юридическую да то есть другими словами вот вашей стране есть четкие понятные законы хорошо вашей стране есть ограниченное количество лицензий хорошо в вашей стране есть структуры которые борются с коррупцией хорошо вот если это все набирается считается что дань и лучше всего дань и тоже коррупция есть причем она довольно дорогая и довольно неприятная там ну скажем даже самая ситуация что можно решить дешево обращается дорого но так как там с точки зрения документа все хорошо еще маленький нюанс смотрите если в вашей стране очень много пишут про коррупцию это плохо ну это тоже анализируют видите в вашей стране были выявлены факты информационные да не нельзя писать нельзя причине такой хороший показатель не потому что и нет там ну не принято писать про коррупцию это причине пример если вы посмотрите в сша ну давайте посмотрим там показатель хуже сейчас сейчас давайте глянем видите 2020 год сейчас мы ребята да где наша любимая америка куда америка дерево 25 бутан вот такая маленькая маленькая страна возле линдии или чили то есть грубо говоря ну исходя из этого рейтинга в сша на уровне чили как сша да потому что у нее ну сообщение о коррупционных таких моментах больше а вот ну в Азеландии там просто тоже не принято про это писать да не фиглядь там просто нельзя а сейнапур вообще от сейнапур строго на астрово там но нельзя писать про коррупцию мертвы за это вот если журналист напишет про коррупцию ее посадят не коррупционеры его посадят и по этой причине да действительно такая вот ситуация и вот такой рейтинг но можно поспорить можно поругаться можно повосхищаться во всяком случае думаю наша власть сейчас сказать ну вот видите мы улучшили борьбу с коррупцией поднялись не ну а теперь вопрос к вам как вы считаете действительно в украине уменьшилась коррупция ну я думаю вряд ли но и самое главное вот зачем ломать то что хорошо работает вы что хотите платить по 500 евро за час работы адвоката вы прекращаете вы хотите для то чтобы решать какую-то простейшую лицензию платить не тысячу долларов а 10 или 20 тысяч долларов нет конечно чем это все так что коррупция мне мешает но поругаться может поругаться могут